Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Видное ТВ» программа «Все грани меча». Какой же интересный футбол у нас проходит в эти дни, в эти недели, а какой еще интересный предстоит, потому что осталось провести всего три матча в чемпионате России и один матч Кубка России. В ближайшие 45 минут мы с вами поговорим о том, как команды борются за места под солнцем и борются за золото, серебро, бронзу, за участие в европейских кубках. Кто-то борется за обладание звания победителя Кубка России. Обо всем об этом в ближайшие 45 минут вместе с вами, а также Сергеем Буслаевым, Александром Сосницким, Евгением Воронином и Илья Разноблад. Добрый вечер, друзья! Добрый вечер! Ну что ж, как я уже сказал в своем первом обращении и выступлении, действительно футбол интересный, футбол зрелищный, футбол, где забиваются много мячей, потому что действительно команды решают свои задачи. Кто-то того, чтобы спастись от вылета, кто-то, чтобы завоевать самые лучшие места. Давайте мы вспомним 23-й тур, который пропустили 6 команд, не смогли сыграть. Это Локомотив, Ахмат сыграли 0-0. На мой взгляд, достаточно неожиданный результат. Ну, тогда мы еще когда не играли, не знали, как Ахмат сыграет со Спартаком. Зенит, Динамо 2-1 на последних минутах. 17-летний молодой человек забивает Динамо и выводит Зенит вперед. Ну, ЦСКА-Амкар достаточно, на мой взгляд, получилась дежурная победа, и не было каких-то волнений у болельщиков ЦСКА. Сергей, давай начнем с твоего матча. Зенит-Динамо. Евгений говорил о том, что Динамо всегда борется против ЦСКА, а против Зенита Локомотивом потерпели два поражения. Но мне кажется, и разница-то большая. Два поражения, а разница в этих поражениях абсолютно разная. Соглашусь с тобой, потому что действительно сравнивать вот этот отрезок, Динамо, игра с Локомотивом, ЦСКА и Зенитом, такой сумасшедший, тем более проходил он практически каждые три дня. Вот, и с Локомотивом, действительно, я говорил уже, игра получилась более такая, как сказать, больше борьбы было, больше было напряжение в какой-то момент. Здесь Зенит и ЦСКА давали играть, и Динамо, что в матче с ЦСКА, допустим, Динамо, где выиграли, и матчи с Зенитом придерживались плана, который Хохлов говорил на пресс-конференции, что мы хотели первые таймы немножко сдержать натиск Зенита, который дома на своем стадионе атаковал. А потом во втором получилось, улучшили момент, сравняли счет на 88-й минуте, но вот действительно на 94-й минуте пропустили, ну, как-то нелепо так получилось, действительно 17-летний мальчик, который никто не стал держать, ну, только вышел на замену, и про него просто забыли, наверное, как-то защитники, воротарь, и он один остался в штрафной, и вот такой, ну, это просто как-то несчастный случай можно назвать. А так, Динамо наиграл, он ничего, я считаю, что... Многие говорят о том, что, и мы в своей студии это обсуждали не раз, о том, что абсолютно точно видна рука Хохлова в построении, в определении состава, но, как бы, да, это тоже все понятно, и в том, что игроки раскрепостились, да, и что выдает, там, Ташаев выдает, да, сейчас Панченко немножко... Ну, пока нет, не набирает. ...подсбавил, да, обороты. Не может набрать. Хохлов объединил команду? Да. Какой-то идеи, мысль? Да, 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 он стабилизировал, он, когда пришел, ну, не пришел, пришел-то он давно, но когда вот он действительно стал главным тренером, не исполняющей обязанности, а главным, он сказал, что я буду строить сначала от печки плясать, строить оборону, вот, оборону построил. Но в этом матче, заметим, что не участвовал один из центральных защитников, из основных защитников, это Рыков, пропускал из-за четвертой желтой карточки, вот, и поэтому пришлось Хольману сдерживать атаки, и который вообще практически в этом сезоне не играл в основе Хольмана. Да, я тоже его не помню, да. Неплохой защитник, да, неплохой защитник, хороший, там, и сборной поиграл в Швеции, но здесь вот как-то вот немножко не выдерживает конкуренции с Шуничем, хотя Шунич в последнее время допускает очень много ошибок. И считаю, что да, заслуга Хохлова, Хохлов объединил команду, свои схемы наигрывает он, допустим, взять того же Рауша, да, он то в полузащите пробует его, то в защите, по краю, потому что у Рауша, кто смотрел игру Динамо, скажет, что сумасшедшая скорость, он даже вот с Зенитом, если взять игру, последнюю с Хабаровском, он на 80-х, 90-х минут такие рейды совершает по краю. Просто все думают, что раз он уже такой лысоватый мужчина, что ему уже достаточно много лет, на самом деле Раушу не так много лет, чтобы говорить о том, что он уже в таком, там, 34, там, да, конечно, у него нормальный, абсолютно нормальный футбольный возраст для его позиции. Товарищи, коллеги, как говорится, чем сейчас, на ваш взгляд, удивляет Динамо? Мне немножко хотелось, да, об этом поговорить. Вот, на ваш взгляд, интересно сейчас смотреть Динамо? Удивляет Динамо то, что она еще... Не надо уже не спрашивать. Нет, я специально, потому что вы же постоянно... А у него ответ один у него. В контрах. У него один ответ. Давай, давай, скажи, пожалуйста, скажи. Что удивляет Динамо? Да удивляет Динамо, что, имея такой состав, они находятся в зоне игр. Вылилили. Я думал об этом. Вот поэтому, вот это, вот меня в чем удивляет Динамо. Если бы Хохлов в самом начале взял бы... То, что она играет с там и выигрывает, а с другими командами счет я угадал. Не угадал. Что в матче будет забито 3 мяча. В основное время сыграли ничего. 3-0, да. В основное время сыграли ничего. Что и Локомотив победит 3-0, но свой результат я угадал, что все команды, помнишь, я сказал, что все команды домашние, выиграют со счетом 3-0. Ну, «Зенит» не повезло, ему «Динамо» забил. Но счет... Жень, Жень. Скажи, Илья, сейчас... Хохлов с самого начала, если бы взял бы Динамо, я думаю, Динамо боролась бы уже за пятерку. Она не внизу. Да Динамо сейчас за шестерку, как по крайней мере бороться можно. Неплохой состав-то у Динамо. Игроки хорошие. Так вот, и поэтому я не говорю, что удивляет, почему он находится там. Удивляет, потому что в начале буксовали, проигрывали там. Ну, знаешь, все, опять же, с головой начинается. Сыграли, вытащили игру 2-2, да, в первом туре, а потом начали... А у вас там какие-то проблемы, да, опять начались... Да нет, нет никаких проблем. Это не у нас, это у смерти на... Так, секунду. Илья, скажи, пожалуйста, вообще, вот, ну, удалось ли посмотреть Динамо, да, может быть, более внимательно. Вообще, интересная игра Динамо, которую строит Хохлов? Ну, не болельщику Динамо, естественно. Честно говоря, мы смотрели вот на стадионе матч Динамо от ССКА, и какие-то были некоторые опасения, даже не надо соврать, как обычно. И они сбылись, и Динамо, по большому счету, по игре выиграл, и игра понравилась. И вообще, хороший матч, то есть, Динамовцы, несмотря на все свои проблемы, которые, очевидно, не играют автобусом в своих ворот, достаточно интересно смотреть и на тех футболистов, которым их уже обсудили, и Ташаев очень понравился. Да, Ташаев вообще... Ну, и вообще, хочу, может быть, всех поздравить, что очередной год в чемпионате России интересная борьба на всех фронтах. Все 16 команд, им есть чем заняться. И в этом плане чемпионат России, может быть, извиняюсь, самый интересный среди всех европейских чемпионов. А я абсолютно тебя поддержу в этом вопросе. Почему? Потому что у нас еще играть, в Европе еще играть, у них-то побольше матчей, у них все-таки по 20 команд, да? У них уже у всех определены чемпионы. Да, практически. В Испании, в Германии, в Англии. Не просто определены, потому что мы так думаем, они уже известны. Да и у нас определены. Это кто сказал? Практически. Так, 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 внимание, внимание, у нас Александр решил вставить, у нас кто, как ты считаешь? Три тура остались. Три тура до конца, локомотив, я думаю, не отпустит, не подпустит ни ЦСКА, ни Спартак. А вот Евгений мне только что сказал о том, что ЦСКА станет чемпионом. Он обманул? Он каждый год говорит. Это ему так хочется. Зато у нас известен, кто вылетает уже одна команда. Это да. Но всего лишь одна. Это да. Мечтать не вредно, так вот, можно сказать. Конечно, хочется, ему, конечно, хочется, чтобы ЦСКА был. Да. Но мы еще подойдем к матчу, который, в общем-то, Спартак лишил чемпионства. Да, поэтому мечтаю, что армейских, что спартаковских болельщиков, в общем-то, они, наверное, на одном и то же жиждятся. Смотрите, немножко прям двумя словами, памятую о том, что Локомотив сыграл и с Ахматом 0-0, и с Уфой сыграл 0-0. Что это уже мандраж у Локомотива? Две игры подряд дома не могут обыграть команды, которые находятся у спортсмена, который действительно играл. Спроси у Сажи, как действительно так бывает. Все, чемпионство в кармане. Вторая и появляется некая такая. Ну, я бы имею в виду, даже если перекинуть мосток к мотоболу. Ну, ребята, наверное, уже поверили, что они чемпионы, вот они хотят, а у них чуть-чуть не получается. То есть, не могут дожать. А почему? Что-то психология? Ну, я думаю, да, психологически, наверное, как-то. Или главный тренер не так настраивает. все может быть. То же самое вот в Спартаке сейчас происходит. Ну, что ж, раньше уж ты затронул тему Спартака, давай к этой теме и перейдем. Посмотрим результаты полуфинальных матчей Кубка России, где Спартак остался единственной командой, которая, ну, скорее всего, должна была выигрывать этот Кубок, по крайней мере, по ранжиру. Итак, авангард, Курский авангард с Шинником 1-0, команда из первой лиги и Спартак. Тосно, мне кажется, тоже уже можно в какой-то степени говорить, что один из претендентов на первую лигу, да, победил Спартак по серии пенальти. Не Спартак победил. Да, Тосно победил. Тосно победил. Тосно победил. Спартак в серии пенальти. Я послышал, вы сказали, Спартак победил. Ну, если бы это было возможно, я представляю, сколько сейчас слез радости было бы на щеках болельщиков Спартака, если бы Спартак победил. К сожалению, для болельщиков этой команды этого не произошло. Что со Спартаком? Что? А бы проиграть Тосно команде, которая занимает 15-е место в полуфинале кубка, учитывая, что Спартак 20 лет не брал кубок. Я скажу так, чемпионат это чемпионат, а кубковые встречи это совсем другое. То есть на кубковые встречи, матчи, команды вообще по-другому. Я не знаю, как настраиваться, то есть бьются. Но это полуфинал, это не одна 16, это полуфинал. Одна игра и все. Курс дошел до финала. Олег, ну что говорить? Курс дошел до соперника, спрятаться, бьются. Люди бьются, что-то хотят доказать. То же самое и Спартак. То есть мы сравниваем Спартак с курским авангардом. Не, ну а что? Олег, я поддержу. А как в английской премьер-лиге команды с низшего дивизиона выигрывали, я не помню, какая команда, но выигрывала Кубок Англии. В этом году в финал в Кубка Франции вышла команда из третьего дивизиона. Из третьего, то есть в нашем какой-то раз, два, три, там вторая лига, да, получается? Да почему бы нет? Почему бы нет? Третья даже. Ну а у нас не так курский авангард. Как он играет? В первой лиге? Только, ребят, вы одно забывайте. Смотрите, допустим, выходит Курск, да, и Тосны, естественно, вышли в финал. Они играют, и естественно, команда выходит в Европу. Да. А что они будут играть? Ну они будут играть в Москве, там, снимут. Ну как не приятно было привезти, допустим, в Курск, да, какую-нибудь западную хорошую команду. Тут беда пришла вообще в наш чемпионат. Ты понимаешь, что уже интересно в связи с поражением Спартака, что случилось? Там, посмотри на таблицу, более 10 команд боролись за 6 место. То, что при победе Спартака в Кубке 6 место давало попадание в Лигу Европу. И теперь это десятка, даже и Динамо тоже, которые в 3 очках от 6 места сейчас находятся, могли бы сцепиться. И получается, мы остались без Еврокубка, из-за Спартака. Вот. Пострадали не только болельщики и Спартака. А это деньги, Жень. Ну и, болельщики, я вам сейчас оглашу, как говорится, у меня все записано. Уфа, Арсенал, Урал, Рубин, Ахмат, Динамо. Команды пострадали из-за того, что Спартак проиграл. Я думаю, он должен нам компенсировать как-то. Я не знаю, компенсирует ли нам наш телезритель, который только что до нас дозвонился. Но я уверен, что он все скажет прямо и открыто. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Анатолий Тольятти, Евгений. Дальше привет. Вам не стекло отлом. Приятный эфир. У меня вопрос такого характера, как бы не хочется обострять. Мы всем хорошо, все относимся, но вопрос немножко такой вот. Как вы думаете, что происходит с Спартаком? Потому что вроде бы Динамо позволило и Локомотив зацепиться за чемпионскую гонку. Но что на самом деле происходит? Либо это какая-то внутренняя структура плохо работает, либо я не знаю, игроки, там же бывают матчи откровенно фатальные, а бывает просто конкретный провал. Вот хочется услышать ваше мнение со стороны трезвое, взвешенное. В чем, собственно говоря, причина? Ну, трезво абсолютно точно, я могу вас заверить, мы это скажем, да? А вот объективность, ну, будем надеяться, что мы ввиду своих разных пристрастий клубных сможем быть объективными. Давайте закончим тему Спартака Тосна, потому что естественно, я смотрел этот матч и не получил удовольствия ни от игры Спартака, ни от игры Тосна. Но пенальти тебе же должны... Пенальти, да. Ну, и напомним нашим телезрителям, Кубок России у нас будет сыгран 9 мая, ну, и состав в финале в Волгограде авангард Тосна. Курск и Ленинград с областью. Да, я не знаю, друзья мои, я не помню. Вот кто-нибудь помнит такой финал когда-либо за свою болельческую историю? Я не знаю. Я помню ЦСКА МКАР, там, да, ну, были такие финалы. ЦСКА Лани, да, все было. Но такого финала я не помню. Давайте, раз уж мы затронули тему Спартака и мы, наш болельщик просил об этом, давайте вспомним матч 27-го тура и, естественно, пойдем уже по очереди, обсуждательные матчи. Итак, Спартак Ахмат 1-3, провал тура вне всяких сомнений. Локомотив Уфа, провал тура 0-0 вне всяких сомнений. Тосно Амкар Тосно уставших, кстати говоря, в воскресенье проводил матч в отличие от Спартака. Спартаку вообще дали день отдыха больше, чем Тосно, учитывая, что Спартака играл дома и кубок, и в чемпионате тур. ЦСКА Краснодар, красивый матч и результат... Волевая победа, Волевая победа 2-1. Арсенал Зенит, сумасшественный камбэк был, и Дзюба просто великолепен. СКА Хабаров с Динамо 0-1, Динамо тут забил практически в начале матча, по-моему, на 26-й минуте. Нет, нет, нет. Нет, нет. Во втором тайме. А, во втором, да. Хорошо. И Анжи Урал 0-1, Урал победил, и Рубин Ростов 1-1, команды, которые, наверное, уже потеряли весь интерес к чемпионату. Итак, начинаем обсуждение. Друзья мои, я хочу, чтобы вы подключились не только к обсуждению своих команд, но и к обсуждению матча Спартак-Ахмат. Жилить не будем. А мы напоминаем счет этого встречи. 1-3. Александр, когда мне сказали о том, что Спартак играет дома, Ахмату ничего не нужно. И я знаю, у меня знакомые поставили приличные деньги на Спартак. Я сам поставил. В расчете на то, что Спартак должен обыгрывать. Он в чемпионской гонке. Локомотив потерял очки. Все. Вот он, локомотив в ваших руках. Почему проиграли? Почему проиграли? Во-первых, сейчас в Партаке нет злости. То есть, игровой злости, как было в прошлом сезоне. В прошлом сезоне выходили на каждую игру. То есть, злость у ребят была, они бились за на каждую игру. Сейчас у них этого нет. То есть, какая-то вальяжность. А вот эта игра вообще показала, что в команде что-то, ну, вообще, что-то происходит. Спрашивали, вот, допустим, на пресс-конференции у главного тренера, что происходит в команде. Что он ответил? Говорит, во всем виноват я. То есть, он взял все вину на себя. Кто-то какие-то слухи там пустил, что там было, то есть, на тренировках происходит драки происходит в команде. Ну, верит слухам, сами понимаете, да, то есть, я так думаю, я так думаю, мое мнение, что ребята, ребята не доценили вообще соперника, то есть, думали, ну, пройдут легко. Три матчи подряд проиграл Спартак. Ну, три. Три матчи подряд проиграл Спартак. Правильно, перед этим 17 матчей не проигрывал Спартак чемпионат России. Ну, начались там, видите, вот эти пожатия тренеру там руки, то есть, вот это все сказывается. Ну, какая-то... Не соглашусь с тобой. А? Не соглашусь, Саш, с тобой здесь в этом... В чем? Не соглашусь только в одном, знаешь что? В чем? Здесь видно на руку, что идет конфликт игроков с тренером. Явный, причем, конфликт, который выносится и, скажем так, начинает объявлять, что Каррера покинет Спартак. Такого не было. А по поводу того, что не пожатия руки, давайте вспомним матч, когда Муса ушел и не пожал руки Гончаренко. Ну, ну... Что Муса сделал? Он вышел на следующий матч и забил два мяча. Поэтому, когда ты говоришь о том, что значит, это что-то происходит внутри. Почему он вышел и забил? Потому что Гиннер поговорил с ним жестко. Не важно кто. Значит, Гиннер, там Тиду должен прийти и поговорить как-то с ним. А здесь, там один игрок. Там не один игрок. А, ну, не, а здесь уже целое... Три-четыре человека, которые мутят воду. Из них один Глушаков. А теперь историю вспомните. У Спартака постоянно конфликты. Вот сейчас Саша сказал, конфликт, или кто? Женя сказал, конфликты с тренером, с игроками. Давай возьмем Карпин, да, конфликт, тренер с игроками. Потом вот в Прибалтике был тренер Старков. Тоже опять из-за конфликта, да, там начали... Ну, в том году еще не было конфликта. Хотя человек второе место взял, опять конфликты, ушел, да. И вот так вот, какой тренер не придет, вроде как в прошлом году так возносили карьеру. Ну, мне нравилось даже, как играл Спартак, как карьера тренировал. А я могу... А сейчас его, получается, опять возражу. Ну, давайте послушаем мнение нашего телезрителя, который дозвонился. Добрый вечер. Добрый вечер, Юрий Сергеевич. Да, Юрий Сергеевич. Вы знаете, когда начали играть, я невольно вспомнил, как Ахмат сыграл в ЦСКА. Счет, по-моему, одинаковый, 3-1. Я подумал, а почему бы им не сыграть так же и со Спартаком. Поэтому, прежде всего, хорошо сыграл Ахмат. Он сыграл лучше Спартака. Великолепно использовал уходы защитников из защиты в нападение. Вы понимаете, защитники могут подключаться к атаке, тут нет вопроса. И должны подключаться они в ущерб защите. Растанулка, наверное, неправильно было. Поэтому защита была организована плохо у Спартака. И в этом виноват тренер. Прежде всего. Ахмат хорошо посмотрел все ошибки, какие Спартак совершил в предыдущих турах с Тосно, с Самкаром. И вы посмотрите, три атаки хорошие, прорывы, и все три мяча. Да. И нет защитников почти. Да. Во всяком случае, в третьем-то не было. Он обыграл последнего защитника, вышел один на один с Артарем. Что это за защита такая? Там был обрез, там удача, что этот пас прошел, на замахе убрал. Господи, сейчас обвиняются этого Мисимовича. Слушай, давай, когда будет на последних минутах Спартак забивал мячи. Просто от балды так влетал. Я опередил меня. Юрий Сергеевич, спасибо. Извини. пообщаемся обязательно. Почему? Потому что все говорят, вот Мисимович, который вышел, которого там этот Бериша посадил на точку и так далее. До таких матчей, таких эпизодов матчей по 15 штук происходит, когда нападающие убирают защитника на замахе. Показал замах, убрал в другую сторону. Ну, господи, это смешно. Защитник в этом. Да нет, всякома в этом спортсале вальяжно играл. Это не команда. Да не вальяжно играл. Глушаков забил три мяча на последних минутах в прошлом чемпионате и они стали победными. Глушаков сейчас играл, его ставили вообще не на свое место. Ну и что? то есть, он там не может играть. А тренер виноват. А я же говорю, одна из причин виноват. И тренер на пресс-конференции сказал, да, виноват. Гаррира так и сказал. Он признался. То есть, он сказал, нет у нас никаких там внутренних разногласий. Конечно. Ни один тренер не скажет, что у нас есть внутренние разногласия. Я запустил бутсы в Глушакова и рикошетом попал на Камбарова. Камбаров упал и повалил Самедова. Слушай, ты всю тройцу назвал. Это Олег. Ты подготовил на передачу. В прошлом году еще Кирилл был, я спрашивал, интересно, Карьера, он же защитник, когда играл еще в Италии. И вот я еще говорю, меня удивляет, что у Спартака самое слабое звено это защита была, оборона. В прошлом году даже. При чемпионской игре Спартак пропускал, да, из-за ошибок обороны. Я говорю, странно, он как-то фидун не видит, не покупает. пропускал много. Забивал много. И забивал много. Вот я к чему веду-то. Спартак за счет атаки, да, здесь атака чуть начала буксовать и оборона начала опять пропускать. Пропускать все же. А голов забить не могут. Ты посмотри, сколько мать. Последние игры, которые играет Спартак, у них практически когда идет атака, они нападают, у них защитники последние, чуть ли не к центру поля отходят. И обрезать их не заставляет никаких проблем. А у Цизка не отходят к центру поля? Нет. А где они стоят? Около Акинфеев? Не, не, не около Акинфеев. Они играют по-другому немножко. Мне кажется, Гигнашеевич всегда в центре стоит. Нет. Смотрите, я вот соглашусь с Евгением, он немножко опередил мою мысль, но я ее хочу повторить, потому что мне кажется, она абсолютно правильная. Что? Спартаку в прошлом году везло невероятно. Да не везло, а люди выходили. Спартак выиграл чемпионат на чистом фарте. Олег, не надо, я не соглашусь. Давайте, не соглашусь. Они выходили на каждую игру со злостью, понимаешь? А ЦСКА не везло? А ЦСКА вспомни, когда славился чемпионов, что не забивали на последний. Что не вытаскали? Вот Юрий Сергеевич не даст соврать. Не вытаскали матчи с таким командой. Сереж, правильно, вот мы приходим к тому, когда идет везение и становится чемпионом. А везет сильнейшим. При Горжаеве также. А везет сильнейшим. Понимаешь? В этом году достать чемпионом. Ростова выиграют там и нормально. Три очка взяли. Молодцы. При никакой игре. При никакой просто. Нормально. Чемпионская, это и есть чемпионская игра. Мы не говорим о том, что хорошо это, плохо ли, либо еще что-то такое. Мы говорим, что в прошлом году Спартак стал чемпионом только благодаря везению. Ну нет. Так нельзя сказать, Олег тоже. Ну как нельзя. На одном везении у всех 30 матчей. Когда три победных мяча забито на 94-х минутах. Ну и что? Ну а сейчас Спартаку забивают тоже на последних минутах. Сейчас 9 очков заби, Спартак. Назовите последний матч, когда Спартаку на последних минутах забивали. Динамо, Динамо. Динамо, а потом на Кубок. Когда Динамо забило? На первом туре. Первом туре. А сейчас 27-й идет. А вот эти два очка, скажу, не хватает. Да, не хватает вам. У нас есть телефонный звонок для издателей, которого нам точно не хватало в эфире. Добрый вечер. Еще раз, Юрий Сергеевич, а что вы спорите? Не знаю. Как в прошлом году и в этом году это два разных Спартака. Да. Это все. Два разных Спартака. Два разных, правильно. Два разных Спартака. Бог, как вы должны присутствовать. А как же иначе? Зачем иначе играть? Если выходить обреченными, что мы обязательно проиграем. Кому это надо? Ну да. Нет какого-то задора у Спартака. Горения. Два разных Спартака. Спартака как начал в этом году? Мне кажется, промесу уже одно на год. Он же был на последнем месте турнирный таблиц. Да. Да, абсолютно. И выбирается оттуда. Не все ладится, к сожалению, для Спартака. Ну и для болельщиков игра стала не той. Дальше. Они все, посмотрите, все идут вперед, но не успевают вернуться назад. Ну да. Почему быстрые прорывы-то получились? Да потому, что не успевали вернуться. А Ахмад с всей командой шел и вперед, и назад успевал вернуться. Как с Динамо. ЦСКА с Динамо. Вот вам результаты. Да, я абсолютно с вами согласен, что два разных Спартака. Ты знаешь, Олег, если... Но не будем забывать, да, что 17 побед, а может просто выдохлись ребята. Ну 17 побед без права. И такое может. Вот и раз, и что-то вот прям вот... Илья, знаешь, Олег, если попробовать какую-то, не знаю, может быть, попробовать какую-то квинтессенцию про Спартак подвести, ты знаешь, вот Сергей Довлатов как-то описывал, как он выбрасывал мусор и не донес, был в нетрезвом состоянии, и не донес до помойки ведром, выбросил где-то. И на следующий день к нему дворник заявился в квартиру. Оказывается, дворник по типу мусора легко определял владельца квартиры. И то есть в любом, в любой профессии находится место творчества. Вот Спартаку это сейчас не хватает. Возня есть, а творческая какая-то мысль уже давно не видит. Ну и получается, в итоге кто тренер? Сколько навесов было в игре с Ахматом? Сколько навесов было в игре с Тосно? Я не знаю, десятками, сплошные навесы. Спартак разучился играть в свою спартаковскую игру. В стеночки, перепасовочки, забегания. Сплошные навесы. Комбаров, Ещенко. Я знаю, что многие болельщики недовольны тем, что Спартак не играет как бы в их спартаковский так называемый футбол. Уберите Комбарова и Ещенко. А я доволен. Вот сейчас последний игрок, я очень доволен. Но еще, если честно, хочется сказать, что Спартаку не хватает буквально, ну не знаю, 3-4 очка, чтобы разговоры про Спартак были совсем другими. Минус 4, надеюсь. Шутники, на самом деле Спартак выправит ситуацию. Мы чуть позже будем обсуждать будущее нашего чемпионата. и я скажу, чем он выправит эту ситуацию и кто все-таки займет второе место и право выиграть в лиге чемпионов в основной сетке. Поехали дальше. Центральный матч тура ЦСКА Краснодар. Этот матч все ждали, потому что 2-1 счет и ждали, потому что было много около футбольных тем. Ну и то, что ЦСКА и Краснодар находились рядом в турнирной таблице и игра как это принято говорить за 6 очков и ЦСКА справился. Перехожу, как говорится, к правой половине. Почему ЦСКА справился? Потому что у него есть это правда. Я не буду говорить, что у него есть ненавидное выражение это называется. Вот. Скажем так, дух, наверное, который все-таки армейцы давно воспитывают в себе и это прививает молодежи. то же самое Ахмед не поздоровался и пожал руку тренера на следующий матч выходит и начинает забивать и делает такие вещи, что два удара два гола. Ну это просто великолепно. А мы помним времена, когда два удара восемь выросли. были такие времена. Да, пропустили, но смотри, как только мы пропустили мяч, не было никакой паники. ЦСКА умеет вытаскивать такие матчи. Вытаскивать тренер сразу идет вот здесь рука Гончаренко чувствуется, мне понравилось, сразу убирает защитника центрального и ставит еще дополнительную середину, где мы начали проваливать середины и насыщивает центр. Женя, а что вы с Динамок не вытащили? Вы тоже первый пропустили. Обреченные стояли. Объясню, потому что сейчас у нас цикл футбольных матчей идет через неделю, а тогда у нас был матч еще и европейский. А у нас часто тоже как вот... у вас стосно был, да? У нас расцинал у нас стосно. Е-мое, о чем? О том, каждую команду надо уважать, команда играет в высшем дивизионе и дополнительное время все как-то. Ребята устают. Финальки еще били. Финальки били. немножко по Краснодару. Вот они все время на подходе. Все время вот где-то вот они рядышком-рядышком. Чего им не хватает? Вроде бы и финансовая есть подпитка, и любовь какая-то безумная болельщиков. Стадион шикарнейший. Оборона. А вот чего-то не хватает. Чего? Ну вот чего-то не хватает. Каких-то мелочей вот в этом матче явно не хватило Смолова, который этот матч пропускал. Ну и хочется если какие-то аналоги опять проводить, то третий чемпион мира по шахматам Рауль Хасека Пабланко при анализе силы фигур обсуждал силу коня и слона, если кто играет в шахматы, то вообще-то считается, что слон сильнее коня. Но тем не менее конь сильнее только в... Подмел, да? конь сильнее мы не расслышим. Подождите, подождите, на галерке не слышно. Да-да-да, конь сильнее конь сильнее слона в том случае, когда очень много фигур. Сейчас как раз тот случай, когда фигур много и ЦСКА опять начинает не только брать свои матчи тяжелые, но и брать свой тяжелый чемпионат. Слово не мальчика. Вот что значит. Я тут соглашусь, кстати говоря, по шахматам, действительно, потому что у коня есть, по крайней мере, зацепить что-то. Соглашусь. Давайте не будем много говорить о матче ЦСКА Краснодар. Почему? Потому что у нас первый есть звонок нашего телезрителя, а второй я все-таки расскажу после того, как пообщаемся. Добрый вечер. добрый вечер еще раз мне понравились армейцы хороши невзирая на то что они за 21 день сыграли 7 матчей это через два дня на третий и помню в одном из интервью когда гончаренко задали вопрос как это он умудряется поддерживать у них так сказать вот это вот состояние он сказал что мама постоянно играем так и получается что вот сейчас единственной неделе выбирается перед игрой с зенитом что они могут неделю как говорится отдохнуть немножко в божеский вид будем так говорить так что молодцы хорошо сыграли у меня к ним претензий нет спасибо редко спасибо но это на самом деле то вторая причина мне кажется болельщикам цска не стоит радоваться этой победе ну вот там она глобально она мало что изменила даже с учетом того что проиграл спартак потому что если бы цска играл с кем-либо не из до тройки призеров то наверное можно было бы это большей степени радоваться но учитывая что следующий матч все-таки будет зенитом что потеряет очки либо эти либо те а у спартака да мы понимаем что если будет ничья спартак на втором месте две игры и и как говорится как дура свидания с кем спартак играет говорите спартак все кто это говорит спартак вы вы сказали я не могу сказать чемпионат закончится когда второе место я под вопросом третьего так четвертый зенит и дальше по расписать под вопросом то есть ты уже а под вопросом кто первое второе до мотив вот так давайте давайте серёж свое позволение не так много времени у нас остается но мне бы хотелось обсудить следующий матч следующий матч с к хабаровска динамо москва после такого сложного до динамо победила 10 после таких сложных игр до из цска и зенитом и с локомотивом победы да надо уцайдер но динамо оформила в общем-то до путевку в первую лигу и вообще не жалко как не стыдно сергей нету сейчас юрий сергей сказал что цска там поиграла через три дня на матче значит динамо тоже галки получает смотри они сыграли с локомотивом через неделю играют с ска потом через три дня играют зенитом питере через три дня летят хабаровска и перелет тоже хохло вжалился и там побеждают да и практически все матчи которые они играли через три дня они выиграли второй почти ничего могли зацепить третье выиграли это не говорит о том там усталость команды не усталость готовность команды потому что мы можем взять в англию ту же где играют там практически у них постоянно через три дня никто играет среда четверка не всегда играют не играют не ну там все равно есть только спартак сыграл среду сыграл матч кубка ему игру поставили на понедельник хотя спартак и кубковую игру и байдера на нос там есть одно единственное но потому что две команды московский локомотив и цска играли в москве и 3 матч еще и спартакский поставить до в один день наверное тут безопасность безопасность да больше сыграла степень быстренько скажу по матчу конечно мне понравилось как динамо играли они опять свой футбол опять этот хохловский назвать можно вот и кто был хабаровске кто видел хабаровск то там мы в прошлом году играли фнл там там ужасное конечно поле оно там москок непонятные вообще отмечья поле не поливают они почему-то когда гости приезжают хотя должны потому что там у динамов если кто матч смотрел там все ноги были в крови практически у всех то что при любом падении там кожа сдирается да два и третье понятное дело что они через перелет и летели устали они прилетели утром они там практически не в хабаровске не были они прилетели поехали поехали на поле играли но молодцы три очка зацепили очень нужный очень важны которые я очень жаждал думают в хабаровске должны теперь нам остаются матчи с тосно с рубином и с последним матчем спартаковым и все матчи практически на полях соперник кроме матча с рубина вот и матч сейчас олег один матч с рубина вот который будет в понедельник да мы играть в два часа дня это практически ну дай бог это будет последний матч на финках потому что динамо летом хотят открыть стадион и я думаю что посмотри какая интересная история может получиться да что динамо отправила в первую лигу хабаровск ска хабаровск а в последнем туре динамо может отправить спартак вне тройки лидеров да я думаю вряд ли олег потому что две идут напрямую до в лигу чемпионов третье будет в отборочной почему вряд ли ну чуть пор так третье место не может занять может не занять до динамо то у них еще два матча хорошо давайте давайте у нас перейдем к следующему славу гол красавец до отмечу гол красавец таша его конечно красиво да да давайте перейдем посмотрим а у нас есть телефон и звонок нашего телезрителя пообщаемся потом и турнировую табличку посмотрим добрый вечер следующий вторник 1 мая до объяви когда будет у тебя передача до юрий сергеевич да спасибо 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 что напомнили действительно 1 мая передачи не будет мы будем все на демонстрации мы будем все отдыхать праздновать так что скорее всего передачи будет уже только через неделю итак смотрим турнирную таблицу которая образовалась после 27 туров чемпионата что интересно 6 очков до локомотив отрыв от цска от спартака 7 очков от зенита 8 очков и от краснодара 10 очков такая плотность на смотрите краснодар потерял шанс теоретически давай даже уже математические шансы потерял на чемпионство остальные команды пока эти шансы сохраняют ну и в этом туре определились кто у нас кто у нас вылетает первым вылетел из премьер-лиги таска хабаровск 13 очков за все 27 игр это наверное ну да явный явный аутсайдер а вот тут получает смотрите раз-два и скорее раз-два-три-четыре учили не пять команд будут бороться чтобы не попасть вот на это 13 место которое будет динамо 15 уже не попадет даже в математических и мне вопрос ты как статистику к тебе вопросу при равенстве очков да допустим с иска там набирает либо спартак набирает одинаково количество очков локомотив как чемпионство то не могу мотив по личную встречу по лично по личным встречам будет один один машин а по личным у вас как правило мотиву и спартаку проигрывается из к не подожди а локомотив спартак то же самое то влага против при любом раскладе если при любом получает выравенстве и ровности очков локомотив набирает как саша сказал три очка одна победа и он А теперь давайте смотреть чемпионат России, следующую табличку, 28-й тур, кто с кем встречается. И мы говорим о том, что, непонятно, с кем играет Арсенал, но начнем с Амкара. Амкар играет со Спартаком, Зенит играет с ЦСКА, центральный матч тура, и он решит очень многое, кто попадет в Лигу чемпионов, а кто может и не попасть в этот турнир. Ростов-Тосна, Динамо-Рубин и Краснодар-Локомотив. Матч, который может определить чемпиона России. Локомотиву при любых раскладах достаточно победить, и Локомотив в Южном Краснодаре может уже отмечать, моря там нет, но зато фонтаны, я думаю, болельщики обязательно найдут. Жень, чего ждем от матча Зенит-ЦСКА? Тяжелый будет матч, тяжелый. Хочется, конечно, чтобы команда ЦСКА играла как в последних двух матчей, с такой же результативностью, да, 3-0 было обыграно Амкар, и 2-1 обыгран Краснодар, я думаю, что с Зенитом будет действительно тяжеловато, но поскольку есть проблемы с Зенитом, наденемся на это. Если они дома играют. Ну ничего страшного, если они дома проигрывают на раз. Так же, как и Спартак, так же, как и ЦСКА. Мы в домашние игры хуже играем, чем в гостевые. Поэтому играем в гостях, поэтому это может быть даже плюс для ЦСКА. Давайте еще одну турнировую табличку посмотрим и обсудим, вернее, это не турнировая таблица, а кто с кем будет играть последние три тура. Итак, Локомотив играет с Краснодаром, с Зенитом и на выезде с Арсеналом. ЦСКА играет с Зенитом, с Арсеналом и Анжи. И вот эти две пары давайте обсудим. Илья, скажи, пожалуйста, у ЦСКА Зенит. Если, вот мое предчувствие, если ЦСКА побеждает Зенит, второе место, вот эта армейская хватка уже не упустит. Однозначно. И более того, из-за этой выглаги становится понятно, что вполне Локомотив может сыграть две ничьи из этих трех матчей, а ЦСКА при трех победах становится чемпионом России. Бо! Я про то говорил. Бальзамчик! Про что я говорю? А теперь смотрите на вещи реально. ЦСКА сейчас все матчи... Арсенал, в последнем туре, Арсенал, значит, выиграет и все. Не, ну мы играем дома с Арсеналом. Не, я между Локомотив. Локомотив. Я про Локомотив говорю. Итак. У ЦСКА сейчас все матчи, как плей-офф. С Краснодаром до 70-й минуты. Представляете, если бы ЦСКА прыгал к Краснодару, то ЦСКА уже точно сезон свой закончил. Да. Сейчас с Зенитом, на мой вкус, ЦСКА поедет за ничьей. Будет тихонечко играть. Ничья его устроит, Жень, потому что трудно выиграть. А как устроит? А Спартак? Давайте посмотрим следующую табличку очень быстренько. С кем играет Спартак? И почему ЦСКА не может устроить ничья? Амкар, Ростов, Динамо. Да, Амкар, Ростов, это Карпин, это Дерби, это будет Рубин. А то, что Динамо будет бороться со Спартаком. С ветряными мянцами она будет бороться. Ну и Краснодар, Лахомотивская, Хабаровск, Рубин, у них, в общем-то, да, все будет решаться в 28-м туре. Саша, Спартак станет чемпионом? Второе место. Пой, Сережа. Динамо не вылетит из Премьер-лиги. Уже не вылетит. Уже не вылетит. Ну почему? Переходный матч еще сметен. Я уже сказал, либо первое, либо второе. Либо первое, либо второе. Ты определись, Жень. Нет, ты скажи конкретно. Ты определись конкретно, мы тоже можем сказать. Ничего. Или, или. Ну что ж, друзья мои, к сожалению, для нашей передачи, для тех, кто любит футбол и смотреть нашу программу, в следующий вторник, это 1 мая. Конечно, мы всех поздравляем с этим праздником. К сожалению, выходные, опять-таки, для нас. Ну и следующую, следующую передачу проведем уже, да, в следующий вторник. И, скорее всего, мы уже будем знать чемпиона. Я думаю, что это локомотив. Ну а пока болеем за своих. Пока. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»